приветствую всех дамы и господа я вам обещал материалы по вот этому вот делу веселенькому с лукашем и громом сначала наверное про гбр да было от меня заявление в гбр где описал потому что меня на улице задержали двое полицейских за то что я взял замечание они вот так вот отреагировали мало того что не задержали они применили ко мне спецсредства абсолютно необоснованно хотя я не представлял никакой угрозы как бы я там ни на кого не бросался руками не махал вот кроме того я заявил что ко мне применили чрезмерную физическую силу прям следователю демонстрировал свою руку которая в крови было вот со следами от наручников кроме этого сообщил заявление о том что у меня отобрали мобильный телефон и удалили оттуда видео но скорее всего как как я понимаю с целью сокрыть обстоятельства данного дела и получил я ответ от гбр какой вы думаете но классический ответ потому что они не усматривают никаких признаков уголовного правонарушения но общем то что и требовалось ожидать от нашего великого гбр поэтому если вдруг так случится что вы у кого-то отберете телефон вот и вас будут за это судить то вы обращаетесь за помощью в гбр они расскажут что отбирать телефоны это не является каким-то правонарушением вообще это ни о чем но это конечно же шутка не советую никому ни у кого ничего отбирать ну отказали так отказали это такое дело это дело привычное через суд я конечно же их заставлю расследовать это уголовное правонарушение там будем смотреть кто кому рабинович как говорится протокол который они на меня составили я вам уже показывал его даже за этот сам протокол уже как бы лукаш должен получить дисциплинарку потому что он тупо написывал такого что ну во первых он указывает что место работы он указал здесь ли тымчасова напротив мне задавал вопрос да по поводу того где же я работаю на что я ему ответил с какой целью он интересуется и в общем он в итоге написал тымчасова напротив я ему не сообщал такого что я тымчасова напротив то есть уже как бы внесение неправдивых данных в официальный документ также он указывает мой номер телефона мобильный хотя я ему его не давал откуда он его взял понятное дело откуда он же телефон меня отобрал вот он оттуда и мой номер за дальше вот он опять-таки указывает что моя личность установлена согласно паспорта но опять-таки у меня не было с собой паспорт я думаю лукаш потом поясни откуда же он взял мои паспортные данные по поводу квалификации которую написал я уже говорил что якобы я кому-то образного тюплямся и таким образом нарушал спокойствие граждан и общественный порядок конечно же это вранье это все выдумано на ходу и за это опять-таки лукаш будешь отвечать что дальше потерпевших указывает лукаш нет свидетелей тоже никого нет но хотя потом внизу где он пишет к протоколу прилагается он пишет пояснение свитка причем пояснение свитки пишет во множественном числе хотя там пояснение только от одного свитка и раппорт раппорт понятное дело от кого от его подельника грома который пишет что им вместе с вот этим вот лукашем был задержан гражданин целью прекратить это правонарушение и установить мою личность в общем то он задержал меня вместе с лукашем но понятное дело мы же знаем никакого нарушения я не делал поэтому вот этот вот раппорт опять-таки еще одно доказательство того что они осуществляли заведомо неправомерные действия при этом опять раппорт я живу этот такой бред с этим раппортом вот он опять раппорт пишет на имя зазули передает его лукашу в дело сразу к протоколу прилагает а у меня вопрос а зазули видел этот раппорт нет а почему а потому что давайте дальше дальше не пояснение свитка оставим на самое вкусное как я вам уже говорил состоялось заседание и суд данный протокол данный протокол а данное дело закрыл из-за отсутствия административного правонарушения кстати здесь постановление там кто прочитал если не читали я вам так расскажу на второй страничке судья ссылается на статью 62 конституции украины где говорит что но говорит о презумпции невиновности фактически да это вот для всех тех полицейских которые считают что у нас презумпция невиновности относятся только к уголовным правонарушениям нет абсолютно я об этом много раз говорил относится это и к административным правонарушениям пока не доказана вина нельзя считать человека совершившим правонарушениям и коротко вот если резюмируя о чем пишет судья она пишет что данные которые были указаны в протоколе не подтверждаются доказательствами которые приложены к делу то есть понимаете сами доказательства противоречат тем данным которые указаны в протоколе а кроме того видеозапись которую я предоставил полностью отрицает вот все вот эти вот данные то есть моим и мое видео и мои пояснения четкие понятные очевидные и они полностью указывают на то что моих действиях нет никакого состава административного правонарушения но еще был протокол административного задержания там в общем то никакой дополнительной информации в протоколе нет кроме одного есть вот там поля да видите где оставил но вот эти вот буквы z да там где пустые остаются графы вот эти вот буквы z ставил я лично лукаш очень сильно тогда возмущался что у людей зачем ты вот это мне тут пишешь а потому что так нужно делать я всем советую если вдруг полицейский на вас составляет какие-то материалы и оставляет пустые графы ставьте там буквочки z вместо них потому что потом они туда кое-что могут дописать и сейчас как как раз вот четко под вот эти слова я вам расскажу про пояснение свитка как я говорил в протоколе написано что там до него додаются пояснение свитки но пояснение только одно некой девушки вот эта девушка тут пишет что она якобы ехала на автомобиле по улице ревудского и там у нее произошел какой-то дорожный грубо говоря конфликт с водителем камаза там то ли он ее подрезал то ли еще что-то она ему там по сигналила он выскочил начал тарабанить и в стекло там чего-то материться на нее и после этого сел автомобиль и уехал я начала его как бы догонять и тут видит вот как раз стоят вот эти вот все красавцы с которыми это тогда общался вот она подъехала к ним объяснила им коротко эту ситуацию вот лукаш и еще там какой-то наверное полицейский не знаю не проверял прыгнули в авто и погнали за этим камазом и девушка в своем автомобиле тоже за ними последовало вот и потом вот она пишет что якобы вот так это все было а кроме того в самом самом низу тут последние разу три 4 5 строчек якобы она указывает что также она видела что возле полицейских в тот момент находился какой-то не установленный гражданин который вел видеофиксацию выражался нецензурной бранью а также мешал полицейским осуществлять им их функции полномочия и т.д. и т.п. в чем в общем-то и расписывается то есть якобы вот намек на меня я нашел эту девушку в соцсетях и пообщался с ней и поначалу девушка вообще не могла понять как бы она говорит да да было такое я говорю ну вот вот все что там написано соответствует действительности или нет она сначала не могла понять потому что ну наверное не читала до конца потом когда зачитала до конца вот она мне ответила следующее вот смотри это вот как раз фрагменты переписки когда я ее все-таки как бы натолкнул на то что вы прочитайте вот это последнее самое предложение и вот она говорит что до такого предложения не было когда я писала это пояснение даже не так пояснение писал лукаша она подписалась но вот как раз где она и промахнулась она не поставила эту буквочку z а лукаш потом дописал и вот эта девушка говорит что наверное дописал этот полицейский ну поскольку почерк я так смотрю один и тот же то есть и лукаш написано начинал писать это пояснение заполнять его видимо он его и дописал лукаш лукаш а ты хоть понимаешь что ты вообще сделал ну как бы это еще одна статья тебе плюс плюс одна статья уголовного кодекса как как так можно я честно я не понимаю вот кого вы набрали туда в полицию надо не фальсифицируют документы вот так вот понимаете ну абсолютно бездарно не я не люблю что фальсифицировать нужно вот там уметь красиво не нужно вообще ничего фальсифицировать но если уж ты такой мужицкий мужик решил вот так вот все закрутить и вот так вот составил документы сейчас прилипнешь на 2-3 статьи уголовного кодекса лукаш опомнись пойди в церковь помолись может попустит ну и по материалам это вроде как все но у меня есть еще кое-что да лукаш до сих пор не придумал за что сдержал провокации хватит не получит не добылок не до полицейских